Ютуба — отличное место, чтобы прославиться и стать популярным. Именно поэтому блогеры так активно снимают новые видео, производят контент и всячески пиарятся. Стать более-менее знаменитым и заработать на видео стремятся чуть ли не все начинающие ютуберы. Каждый день появляются тысячи каналов разной направленности, но львиная доля этих проектов попросту застревает в болоте Ютуба, а выстреливают и стремительно растут лишь единицы. Тайлблогнет представляет топ-10 самых быстрорастущих каналов Ютуба 2К16 года. Нигде не хотели пускать, видимо, сигнал свыше, поэтому я не зарабатываю. У меня чувак даже без старения, веревка, вот. Десятое место. Ларин. 900 тысяч подписчиков за год. В этом году Ларин сумел получить выгоду буквально от всего, к чему он имел какое-либо отношение. Это и стендапы, благодаря которым он заработал и развлек фанатов. Оксюмерон, конечно, староват, но я бы ему дала... Это и батл с Хованским, пусть он его даже и проиграл, но все же это положительно сказалось на репутации. Я потерпел поражение, увы, в этой битве. Я потерпел сражение, но война, я надеюсь, не проиграна. И конфликт с Соболевым, благодаря чему был снят всем известный Коля Хейтер. Хей, Колян! Хей, пранкмейкер! Хей, двуличный херты! Зом-зом! Мазда-рейсер! Хей, Коля Хейтер! Ну и как же можно забыть ажиотаж, который возник вокруг Ларина после получения им золотой кнопки? Блогер решил, что свободному художнику эта вещица не так важна, как признание зрителей, и поэтому выбросил ее в Москву-реку, устроив довольно-таки опасный водолаз-челлендж для своих подписчиков. Что ж, Ларину очень повезло, что никто из так называемых водолазов не пострадал и не утонул в грязной столичной реке. А тут еще и новый рэп-хит Ларин против, с вызовом реки Эф на батл. Все эти последние события создали просто дичайший шум вокруг Ларина. Кстати, в будущем году всех его фанатов ждет сюрприз. Ларин собирается менять формат канала. Ммм, интересно, что же нас ждет? Девятое место. Хованский. Один миллион. В начале года Хованский был практически на задворках Ютуба. Об экспрессивном алкоголике уже мало кто вспоминал, а видео с его канала практически никто не просматривал. Есть версия, что Хован был озабочен своим забвением и решил, во что бы то ни стало устроить крупный скандал на Ютубе, дабы вернуть себе былую славу. Правда это или нет, но Хованский опять стал везде упоминаться благодаря Версусу и конфликту с Лариным. Ну, я обещал, что я его выебу, я его выебал. Уничтожению Афони. Петухоня. И, наконец, благодаря своим вирусным гангстерским видео. Время, 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 время. Батюш, Жонни. Время, время, время. Спасайте задницы. Конфликту с Нойзом, которые принесли ему порядка 300 тысяч новых подписчиков всего за какой-то месяц. Восьмое место. Ютубер. Миллион сто. Известный ВК-паблик перебрался на Ютуб чуть более года назад. Благодаря своей популярности в ВК, на канале достаточно быстро выросло количество подписчиков. Однако на Ютубер подписались не только члены группы ВК, но и много других людей. Рост аудитории легко объяснить, ведь людям всегда интересны сплетни и тренды, о которых и идет речь на канале. Какое же видео у Сливки Шоу набрало больше всего пальцев вниз. К тому же программу ведет Эрик, в лице которого команда паблика нашла харизматичного и интересного ведущего. Звание самого необычного видео недели получает ролик канала Интернет Бомбит. Седьмое место. Рэд 21. Полтора миллиона. Пик популярности Рэда пришелся на лето 2016 года. Алло, бля. Че? Я немного занят. Однако всему когда-нибудь приходит конец. Сейчас Рэд уже прославился и растерял весь свой хайп. Но все равно имя экспрессивного любителя блеватни до сих пор на слуху, а количество подписчиков все еще растет, несмотря на значительный спад. Блядь, уродство какое-то получилось, а? Блядь, пошла жара. Будем надеяться, что воспаленная фантазия Ржавого даст новые плоды и шокирует публику еще не раз. Это че, мужик? Пидор, блядь. Шестое место. Эни Мэй. Миллион семьсот тысяч. Пожалуй, этот проект является олицетворением сегодняшнего Ютуба. Своим примером Эни показывает, что даже без харизмы, эксклюзивного качественного контента и таланта можно достичь чудовищного огромного роста аудитории благодаря конвейеру трендового контента и усидчивости. Сегодня я снова приняла от вас вызов, и в этот раз я съем 10 бургеров за 10 минут. Отношение девушки к делу, ее бездушность и примитивность поразили многих известных сторожил Ютуба. Однако, по сути, всем наплевать, а проект действительно можно назвать успешным. Они делают то, что может, и делают это с точки зрения статистики Ютуба просто отлично. Пятое место. Янго. Два миллиона. Молодой и амбициозный клон Ивангая, коих сейчас сотни, выстрелил, несмотря на довольно плотную конкуренцию себе подобных. Причинами подобного успеха являются личное обаяние, приятная внешность и полная заинтересованность в своем деле. Янго также отметился разносторонним контентом, от забавных видео до летсплеев и совместных роликов с другими известными блогерами, как Ивангай. Део, факел, якитос, с вами Янго, и со мной сегодня... Хай-хай. С вами... Хай-хай. С вами... К тому же, не стоит отрицать, что у паренька отлично получается найти правильный подход к своей аудитории, что и объясняет ошеломительный рост канала, даже несмотря на редкий выход видео. Ну, глубокие руки шире, не спешите, три-четыре бодрость, духа, грация и пластика. Четвертое место. Брайн Мапс. Два миллиона двести тысяч. По темпам роста юный комик опережает своего преследователя на двести тысяч подписчиков за год. Однако не стоит сравнивать тематику блога Мапса с остальными. Да скоро начнутся роды. Это значит... Что нужно как можно быстрее ехать в больницу? Что нужно как можно быстрее купить все, что я хотела в этом гребаном магазине? Брайн сильно отличается от остальных ютуберов и практически не имеет аналогов, поэтому пользуется большой любовью у младшей возрастной категории, армия которой пока что постоянно растет. Интересно, будут ли поклонники также продолжать любить Брайна Мапса, когда он подрастет и станет здоровым дядькой? Ведь что ни говори, а пацан действительно талантлив. Это сложно отрицать. Каких это пор ты так заговорила? Наверное, из тех, когда полы в столовке мыло. Что ж тогда было вон в той библиотеке, когда с трудовиком развлекались вы не спе... Третье место. Мамикс. Три миллиона. Любитель всевозможных челленджей и экспериментов начал свою карьеру ютубера в 17 лет практически с нуля. Да, поначалу его ролики были, мягко говоря, не очень, но позже, набравшись опыта, энтузиазм и удачное время помогли Мамиксу прославиться. Все-таки, ребят, можно прийти к выводу, что подобные эксперименты без уксуса вообще бессмысленны. Некоторые его видео действительно провокационные, а необычные опыты могут нести опасность для пытающихся повторить их. Кстати, недавно Мамикс открыл новый канал, так как озаботился качественным контентом. Что ж, это похвально, посмотрим, как дела будут развиваться у него дальше. Второе место. Сливки шоу. 4 миллиона 600 тысяч. Этот канал не нуждается в представлении и известен практически всем активным пользователям ютуба. Когда-то блогер начинал просто скопирование чужого контента, но позднее перешел на создание своих собственных видео, вовремя попал в струю и очень неплохо вырос. Потом разместили на дне небольшой слой песка, чтобы он выступал в роли дренажа и хорошенько его разровняли. Сейчас аудитория сливок уже перевалила за 7 миллионов и все еще продолжает расти. Если все продолжится такими же быстрыми темпами, то бриллиантовая кнопка для куки точно не за горами. Первое место. Ивангай. 4 миллиона 700 тысяч. Хай-хай, свой Ивангай. Украинский паренек уже последнюю пару лет на слуху и на виду всего ютуба. Начав свою деятельность как русскоязычный аналог Пьюти Пай Эль Рубиуса, он достиг немалого успеха среди зрителей, породив не одну сотню своих же подражателей. В дальнейшем Ивангай обрел индивидуальность, разнообразил контент и на сегодня у него самая большая аудитория среди русскоязычного сегмента ютуба. 5 минут назад насрал сосед в подъезде. Я видел, как он гадил, это просто мерзость. Сегодня Ивангай обладатель 10 миллионов подписчиков и его первого в СНГ уже ждет бриллиантовая кнопка ютуба. Кстати, а вы заметили, что разница по росту подписчиков между Ивангаем и Сливки Шоу всего 100 тысяч подписчиков? Куки прямо-таки дышит в спину Ивангаю. И кто знает, может даже в будущем году опередит Ваню. Время покажет. Хотите пощекотать себе нервишки? Тогда вам на канал Готика Мистерис. Тут вы найдете много классных и качественных видосиков про призраков, жуткие места и многое другое. Помимо этого вас ждет множество фактов обо всем на свете. Так что быстрее переходите по ссылке под видео и подписывайтесь.